Порывистый ветер, дождь и сложная трасса. В районе Безымянного озера прошел ежегодный велокросс-осенний марафон. Для пяти возрастных групп было предложено 4 дистанции, максимально из них аж 30 километров. Владимир Рожин расскажет подробнее. Кирилл Вокуев именно так зовут чемпиона в самой младшей возрастной группе соревнований. За победой приехал из Тельвиски. И его итоговый результат вполне заслуженный и даже ожидаемый. Молодой человек всегда активно готовится к соревнованиям. Готовился, ну там тренировался с моим тренером Дмитрием Михайловичем. Там ездили всякие дистанции в лесу. Я вот люблю спорт и как бы живу им. Среди молодых участников есть и те, кто на велокросс вышел впервые. Александр Миклин еще накануне старта занимался танцами, а уже сегодня преодолевает 5-километровую дистанцию состязаний. Причем до финиша он добрался третьим. Хотелось занять, конечно, первое место, но не получилось. То есть трассы интересные, горки, лужи, все такое. Главное, чтобы был лес. В лесу это все я участвую. Здесь природа, свежий воздух. Но для представительниц прекрасного пола организаторы подготовили 20-километровую дистанцию. И как оказалось, такая протяженность была под силу далеко не всем. Я без подготовки. Ну и что? Тяжело. И если некоторые спортсменки покинули трассу уже после первого круга, то, например, Ольга Ляпина, несмотря на все сложности, сумела преодолеть дистанцию полностью. Ну, тяжеленько. Я в первый раз за все лето села на велосипед, поэтому пока тяжеловатенько. Но нет ничего непреодоримого. На дистанции как профессиональные спортсмены, так и велосипедисты-любители. Некоторые участники вышли на трассу даже целыми семьями. Например, Ольга и Ирина Матвеевы по итогу соревнований заняли первое и второе места соответственно. Трасса очень хорошая, потому что после дождей довольно плотная. Ехать одно удовольствие. Еще бы можно было один кружок, десяточку. Я думаю, мы можем, может быть, даже мужчин бы многих накрыли. Да. Ну, удовольствие обалденное просто. Самое главное, что дождя нет. И надо побольше участников. Я просто всех приглашаю. Удовольствие обалденное. Всего на старт заявилось порядка 30 человек. По словам организаторов, основная задача кросс-кантри – проверить свои силы в условиях бездорожья и северного климата. Он в суровых условиях проводится. Нелегкая дорога, погода должна быть обязательно плохой. Вот. Ну, чтобы испытать себя, свою выносливость. Осенний марафон в окружной столице проводится уже третий год подряд. Организаторы надеются, что в следующем году участников велокросса станет еще больше. Владимир Рожин, Игорь Тарасевич, Вести Заполярье.